Уровень развития сельского хозяйства один из основных показателей экономики страны. На сегодняшний день в Казахстане реализуется много государственных программ, направленных на поддержку развития этой отрасли. Одним из регионов, которые эффективно и не пользуются, является Бородульхинский район. Съемочная группа нашего телеканала, посетив сельхозформирование данного региона, ознакомилась с ходом уборочной кампании. Земли Бородульхинского района подходят для посева различных сельскохозяйственных культур. Почва плодородная и содержит влагу. В этом году хозяйство региона посеяли зерновые и зернобобовые культуры. На площади более чем 157 тысяч гектаров, а масляничные на более чем 123 тысяч гектаров. Общая площадь пашни составляет более 324 тысяч гектаров. Сегодня более 70% пшеницы и зернобобовых культур собирается и доставляется на склады. Средняя урожайность в этом году составляет 8,6 центнеров с гектара. В связи с погодным условием в этом году урожай намного ниже, чем в прошлом году был. Хочу сказать, что сельхозтоваропроизводители в этом году влагосберегающими технологиями отработали 80% всех пассивных площадей. И она составила в пределах 120 тысяч гектар земли. В Петропавловском сельском округе горячая пора. Комбайны работают без остановки, ведь созревшую пшеницу надо успеть собрать до начала дождей и отправить в хранилище. Потом она поступит в пекарне семей, где ее переработают в муку. В нашем округе 51 сельхозформирование, из них 5 ТО. Ежегодно культурами засевается более 30 тысяч гектар. Основные из них это пшеница, ячмень, подсолнечник. В этом году урожайность пшеницы состояла 10-12 центнеров с гектара, что очень является хорошим показателем для этого года. Ранее фермеры собирали не менее 15 центнеров с гектара. Также для успешной обработки земли нужна хорошая техника. Поэтому хозяйство Бородульхинского района эффективно используют различные госпрограммы. Недавно была обновлена техника в фермерском хозяйстве Достык, села Зиньковка. Технику мы берем в основном в Казаграфинанс. Спасибо государственной программе. Под 6% сейчас отечественное производство техника субсидируется под 6% сроком на 10 лет. Это очень большая помощь для нас. Солярка вовремя выдана нам в полном объеме. 18 литров на гектар. Мы тоже весь объем ее забрали. Хозяйство Достык готовит свою технику к полевым работам. В октябре и ноябре на полях начнется уборка подсолнечника. В этом году в целях поддержки агропромышленного комплекса региона в рамках программы «Экономика простых вещей» 28 хозяйствам Бородульхинского района будет выделено 2,409,000,000 тенге.